Приветствую всех на нашем канале. И как ожидалось, количество заболеваний увеличивается. Сейчас уже в сутки полторы тысячи. До этого, как вы помните, была тысяча. Ну и конечно же, лили ограничения. Но все по порядку в новостях. Первой новости говорится. В пятницу правительство усилило меры контроля по коронавирусу с особым акцентом на 18 провинций, с самым высоким риском, но отказалось от таких радикальных мер, как карантин и комендантский час. Все магазины, в том числе и круглосуточные, должны будут закрываться ежедневно с 23 до 4.00. Следующие две недели. В течение этого времени будут оценены результаты последних мер с вероятностью принятия еще более сильных, если количество случаев заражения коронавирусом не уменьшится. Премьер-министр обратился к нации по телевидению после того, как председательствовал на заседании Центра управления ситуацией по коронавирусу. Он заявил, что глубоко обеспокоен влиянием ограничений на малообеспеченных людей. Подтверждая, что никакого карантина и комендантского часа не будет, ситуационный центр по коронавирусу объявил 18 провинций, включая Бангкок, Чангмай и Пхукет, критическими красными зонами, в то время как другие 59 провинций, которые, как считается, находятся в менее серьезной ситуации, были определены как оранжевые зоны. Параю сказал, что его правительство извлекло уроки из прошлого, насколько опасным для экономики может быть всеобщая изоляция, несмотря на то, что это имеет решающее значение для сдерживания вспышки коронавируса. По словам премьер-министра, в течение последней недели он руководил национальной борьбой по сдерживанию вспышки и попытками ускорить развертывание вакцинации. Объясняя, почему правительство не запретило все поездки во время праздника Сан-Кран, Параю сказал, что многие люди хотели навестить свои семьи в провинциях, и правительство решило разрешить им, хотя со строгими мерами контроля. Он сказал, что правительство также сотрудничает с предприятиями, сокращая их часы работы, вместо того, чтобы вводить карантин или комендантский час, а также закрывать какие-либо предприятия. Университет Тайской торговой палаты Таиланда опасается, что третья волна сократит потребительские расходы на 100-150 млрд бат в месяц с апреля по июнь, что в целом приведет к потере деловой активности в размере 300-450 млрд бат, что эквивалентно сокращению ВВП как минимум на 2%. Резидент Университета Тайской торговой палаты приветствует решение правительства не вводить карантин и комендантский час. Он призвал правительство предоставить финансовый пакет в размере 250 млрд бат для стимулирования экономических расходов, чтобы компенсировать финансовые потери, вызванные третьей волной пандемии. Эти ограничения вводятся на уровне страны, а в следующей новости говорится об ограничениях на уровне провинции Ченбурьи. Провинция Ченбурьи выпустила свои провинциальные приказы, связанные с коронавирусом 17 апреля 2021 года, которые вступили в силу 18 апреля 2021 года. Слово «изоляция» не используется для описания ограничений, заявив, что нет запрета на передвижение и нет комендантского часа. Все предыдущие закрытия, например, развлекательные заведения, остаются закрытыми. Что же закрыли еще? Интернет-кафе, игровые площадки, бассейны, аквапарки, парки развлечений, игровые автоматы, детские зоны на рынках и в торговых центрах. Банкетные залы, конференц-залы, закрылись ясли, детские сады, школы. Массажные салоны, в том числе и традиционные. Гимнастические и фитнес-центры могут работать, но закрываются в 9 вечера, но без групповой деятельности. Супермаркеты, круглосуточные магазины, ночные рынки, рестораны, где можно купить еду на вынос, закрываются с 23 часов до 4 утра. Рестораны открыты до 21 часа только на ужин. Продажа алкоголя во время ужина запрещена, но нет запрета на продажу алкоголя на вынос или покупку в других магазинах алкоголя для употребления дома. Пляжи, парки, водоемы предназначены только для занятий спортом и купания. Есть и пить на пляже нельзя. Нет ограничений на въезд и выезд из провинции, однако людей просят не выезжать из провинции и оставаться дома. В этой новости говорится, министерству туризма и спорта необходимо изменить временные рамки для песочницы на Пхукете, потому что провинции может не хватить доз вакцины после нового всеобщенационального распространения вируса. Министерство туризма и спорта заявил, что министерство планирует встретиться со всеми соответствующими ведомствами, чтобы обсудить план открытия, ранее назначенный на 1 июля этого года, который нуждается в серьезном обновлении из-за резкого увеличения числа новых ежедневных инфекций. Ключевым фактором является недостаточное количество вакцин для пилотных стран. До третьей волны Пхукет уже обеспечил более тысячи доз вакцин и готов получить дополнительные дозы около 930 тысяч для населения, чтобы к июню добиться коллективного иммунитета. Но всплеск случаев заболевания коронавирусом во многих местах прервал этот план, поскольку ограниченное количество вакцин также должно быть распределено в других провинциях, что затрудняет выделение большего количества вакцины только для одной провинции. Министр также заявил, что они обеспокоены сроками открытия. Им все еще нужно обсудить план введения вакцин. Если цель коллективного иммунитета не может быть достигнута, им придется рассмотреть возможность открытия только определенных районов на Пхукете. Однако продолжать действовать по тому же плану, даже с ограниченными зонами, будет непросто, пока в стране все еще растет количество новых ежедневных инфекций. Самое главное, нужно услышать от других стран, с которыми уже начали переговоры о пузыре путешествий, об их уверенности в том же графике. В этой новости говорится, несмотря на опасения по поводу новых инфекций, Пхукет объявил, что изоляции на местном уровне не будет. Однако островная провинция просит общественность строго соблюдать там строгие меры по борьбе с коронавирусом. Заместитель губернатора провинции сказал, что курортный остров не будет изолирован, но меры по борьбе с коронавирусом усилены. Объявление было сделано после того, как инспектор общественного здравоохранения попросил провинциальный комитет по контролю за инфекционными заболеваниями принять строгие меры по борьбе с коронавирусом для предотвращения распространения вируса. Для обеспечения соблюдения требований туристами будут сформированы группы по чрезвычайным ситуациям, и всем секторам рекомендуется принять строгие меры по борьбе с коронавирусом для сдерживания его распространения. Президент туристической ассоциации Пхукета сказал, что деловой сектор выступает против изоляции, поскольку это нанесет ущерб туристической отрасли. После новой волны заражений 15% людей отменили свои бронирования, а 30% отложили поездки на июнь и июль. В этой новости говорится, генеральный директор вакцины Pfizer говорит, что вероятно людям понадобится третья доза вакцины, и они будут получать ее ежегодно. Альберт Бурла сообщил, что третья доза будет необходима меньше, чем через год после того, как люди будут полностью привиты. Где-то между 6 и 12 месяцами, но это требует подтверждения. Чрезвычайно важно подавить группу людей, которые могут быть восприимчивы к вирусу. Комментарий Бурлы перекликается с комментарием генерального директора вакцины Johnson & Johnson, когда он заявил в феврале, что людям может потребоваться вакцинация от коронавируса ежегодно, как от сезонного гриппа. Оба утверждения отражают тот факт, что поскольку вакцина новая, а период тестирования короче, чем у большинства вакцин в прошлом, исследователи до сих пор не знают, как долго вакцина будет защищать от вируса. Pfizer заявляет, что ее вакцина против коронавируса была более чем на 91% эффективна в защите от коронавируса и более чем на 95% эффективна против тяжелых заболеваний в течение болезни в течение 6 месяцев после второй дозы. Вакцина Moderna, в которой используется технология, аналогичная вакцине Pfizer, также показала высокую эффективность через 6 месяцев. Главный научный сотрудник по коронавирусу администрации Байдена Дэвид Кесслер отметил, что новые варианты коронавируса могут бросить вызов эффективности вакцины. На данный момент неизвестно всего. Изучается устойчивость ответа антител. В конце прошлого месяца Национальный институт здравоохранения начал тестирование новой вакцины против коронавируса от Moderna в дополнение к уже имеющейся, разработанной для защиты от проблемного варианта, впервые обнаруженного в Южной Африке. Этот вариант аналогичен британскому, недавно появившемуся в Таиланде. Недавние открытия Lancer показали, что британский вариант, известен как B-117, имеет более высокую репродуктивную способность, чем другие штаммы и более заразен. Однако он опроверг более ранние сообщения о более тяжелом течении болезни от этого штамма. В этой новости говорится, по официальным данным 270 человек погибли и 2357 получили ранения в более чем 2300 дорожно-транспортных происшествиях во время праздника Санкран в этом году. От себя добавлю, что от коронавируса за все время погибло 100 человек. Цифры как по несчастным случаям, так и по смертности снизились почти на 30% по сравнению с уровнем, наблюдавшимся в 2019 году, что отражает сокращение поездок в этом году из-за опасений по поводу новой волны коронавируса. В прошлом году поездки по Санкрану не проводились, потому что страна была заблокирована. В пятницу, 16 апреля, последний день семидневной кампании по безопасности дорожного движения, в этот день 26 человек погибли и 255 получили травмы в 253 авариях. Вождение в нетрезвом виде стало причиной 36,6% всех дорожно-транспортных происшествий, за которыми следует превышение скорости 28,3%. 79,2% ДТП составили мотоциклы, за ними следуют пикапы 6,9%. Наибольшую долю потерпевших составили люди в возрасте от 15 до 19 лет, 15,3%, за которыми следовали люди в возрасте от 30 до 39 лет, 14,4%. За отчетный период власти остановили 2,4 миллиона транспортных средств, в основном это были мотоциклы, мотоциклов остановили 2,3 миллиона. Вот такие на сегодня новости, как видим, все повторяется, как в прошлом году, количество заболеваний растет, но правительство говорит, что все под контролем. Конечно, из-за санкрана количество заболеваний идет резко вверх. Говорят, что для сдерживания и ликвидации заболеваний понадобится два месяца, но увидим. Понятно, что отменить санкран совсем было нельзя. Страна буддийская, и если бы был отменен еще один санкран, народ бы был очень недоволен. Разговор идет о третьей волне заболеваний. Но мое мнение, что это вторая волна, которую полностью не остановили, и она сейчас разрастается. Ведь после января, когда была объявлена вторая волна, количество заболеваний так и не сошло к нулю, как после первой, когда в стране более трех месяцев не было заболеваний. И вот в провинцию Самут-Сакхон вирус занесли наемные рабочие. А в так называемую третью волну непонятно, как был занесен вирус. Так ясного ответа и нет. Такое объяснение, как его занесли опять наемные рабочие только из Камбоджи, подлежит сомнению. Ведь эпицентр заболевания был в ночных клубах Бангкока. Это что там они делали и как туда попали. Создается впечатление, что вирус бродил по бессимптомным заболевшим и проявлялся потом на ком-то более восприимчивом к вирусу. Спасибо. 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 Спасибо.